Здравствуйте, информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Бездыханные тела младого парня и девушки обнаружили сегодня днём в доме на улице Симонова. Первыми тревогу забили соседи, когда их квартиры стало заливать водой. Сантехник определил, что источник потопа находится этажом выше, но там дверь никто не открыл. Жильцы затапливаемых квартир вызвали участкового, и в его присутствии слесарь взломал входную металлическую дверь. Когда люди вошли внутрь жилища, их взору открылась страшная картина. Девушка вот там лежала, с животом. Рядом. Вот так. А тут вот так лежала. Вот так. Как будто упрек неё. В большой комнате на полу лежали бездыханные тела парня и девушки. Как удалось выяснить, молодые люди приезжие из Кировской области, и эту квартиру они снимали. При скрытии квартирной двери, металлической, было обнаружено два трупа. При прибытии следственной оперативной группы с экспертом были осмотрены, какие-либо видимые те сопровождения не обнаружены. В настоящий момент отправляется в Республиканское бюро судебницы экспертизы для скрытия для определения причины смерти. По одной из версий, которая сейчас отрабатывается, причиной гибели двух людей стало пищевое отравление. Следователям стало известно, что накануне пара посещала один из ресторанов города. По возвращении домой, молодые люди почувствовали себя плохо и вызвали неотложку. Но, вероятно, ещё до её приезда оба скончались. Напомню, что это всего лишь одна из версий, которую ещё предстоит подтвердить или опровергнуть. Это произойдёт в ближайшее время, как только станут известны результаты экспертизы. До того момента делать какие-либо выводы рано, говорят следователи. 600-й Мерседес загорелся сегодня ночью во дворе дома на улице Славецких Юнг. Хозяин заявил, что не пользовался автомобилем с наступлением зимы и не сомневается, что машину подожгли. Она давно стоит? Да, вот уже как снег начинается. А какая марка машина? 600 Мерседес. Пожарных вызвали жильцедомом, возле которого был припаркован Мерседес. Первым изгорания заметил мужчина, который вышел на балкон. Он рассказал, что увидел огонь, вырывающийся из-под капота иномарки. Панель залить тогда им? Нет, ну если да, с доброю. Салон ильем? Салон ильем? Я просто салон не трогаю. Не надо, не трогаю. Пацаны, давайте чуть-чуть подождем, а? Ну или тогда пытаюсь хотя бы панель как-то открыть. А панель невозможно открыть. Комбак стоит, у вас где-то, да, всякое. Пожарным не заставило труда потушить огонь. Как они говорят, судя по повреждениям, мочак возгорания находился снаружи автомобиля. Сами хозяева Мерседеса уверены, что их машину кто-то поджег. Ну только агмулятора нету, а что может, а замыкание не будет отправить, правильно? Если агмулятор будет, думаю, цель зима стояла, вот уже стоп. В 90-е годы прошлого века 600-й Мерседес считался роскошью. Сейчас он уже несколько утратил былую славу. Тем не менее, ремонт иномарки влетит владельцу в копеечку. Поисками поджигателей занимаются полицейские. 50 жильцов дома по улице Декабристов были вынуждены провести этой ночью несколько часов на улице. В подвале их дома вспыхнул пожар, и едкий дым сразу заполнил весь подъезд. Ну где-то без 29. Зашла на кухню, а там столб дыма стоит за окном. Он и сейчас стоит. Определить сразу, что именно и где горит, пожарным мешал густой едкий дым. Он заполнил не только подсобное помещение супермаркета, который располагался на первом этаже пятиэтажки, но даже подвал и один из подъездов. Там вообще дым, невозможно же туда пройти. Попробовали, да? Да, там сразу все, туда затохнешься. На поиски очага возгорания пожарные отправлялись, надев дыхательные аппараты. Боевыми звеньями по несколько человек. Сложная планировка помещения затрудняла их работу. На время настушением пожара была проведена эвакуация жильцов одного из подъездов пятиэтажки. Запах был, пластмассы горел. Вот все выскочили. В доме находить-то нельзя было. На ощупь никого не видно. Вот представляете? Стоит отметить, что не так давно здесь уже был пожар. Тогда загорелся мусор, сложенный возле магазина. Это уж первый раз горел. Бомжи, видать, подожгли. Горелось. А сейчас уже, говорят, был проводка якобы. Не знаю, что сколько правда. У нас окошки вставили после первого пожара. Сейчас я пластиковую поставила. Опять. Вы представляете, что творится? Горит полностью все. Как выяснилось позже, в подвале горела метара, сложная там на хранение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как только очаг был обнаружен, в этом считанные минуты потушили. Но жильцам Хрущевки пришлось еще некоторое время провести на улице. В ожидании, пока их квартиры полностью проветрятся от дыма. Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. 15 февраля в Кировском районе на пересечении улиц Большая Крыловка и Шоссейная под колесами автомобиля погибли пожилая женщина и ее внучка. Родные погибших ищут очевидцев этой трагедии. Пенсионерка с ребенком переходила дорогу примерно в 18 часов 30 минут. Чтобы установить все обстоятельства происшествия, нужны свидетели. Если вы обладаете какой-либо информацией, звоните по указанному на экране телефону. Излишняя поспешность одного из автомобилистов привела к серьезной аварии на улице Фучика. Маршрутный автобус врезался сразу в две иномарки, одна из которых была припаркована возле дороги. Как рассказал водитель автобуса, он двигался по улице Фучика в крайнем правом ряду. В какой-то момент слева его обогнала Тойота. Еще через мгновение произошло нечто, чего мужчина, управлявший Хайгером, не ожидал совсем. Тронулся с остановки, с Кулгали, ехал по правой стороне, как положено. И человек решил с левой стороны повернуть. Вот, ну я, чтобы уж напрямую, как говорится, не врезаться в него, начал выворачивать, вот вывернул, занесло. Эту машину задел еще вдобавок. Водитель автобуса до последнего пытался избежать столкновения. Он резко вывернул руль вправо и ударил по тормозам. Но это не привело к желаемому результату. Мало того, что автобус врезался в Тойоту, на льду его развернул, и он задел припаркованную дороги Митсубиси. Машина с вчерашнего дня здесь стоит. Сработал сегодня, вот, в один часов сигнализации, вышел из дома. Здесь стоит автобус, въехавший в мою машину. Водитель автобуса говорит, мужчина, управлявший Тойотой, не стал приопираться и сразу признал свою вину. Никто из людей в аварии не пострадал. Грубое нарушение правил дорожного движения стало причиной аварии в самом центре города. На пересечении улиц Жуковского и Карла Маркса столкнулись автомобиль Кеа и Эллада Калина. Лада Калина двигалась по улице Карла Маркса в сторону площади Свободы. Киа Спектра ехала ей навстречу. На перекрестке с улицей Жуковского водитель корейской на марке решил свернуть налево. На зеленый? На зеленый свет. Да, у меня два свидетеля есть, похожие, подошли сами. Номера мне дали, сказали, если проблемы будут, они подойдут. То есть вообще, ну товарищ признает свою вину. По словам инспектора в ГАИ, вина водителя автомобиля Киа в данном случае очевидна. Ведь он должен был перед тем, как начать маневр, пропустить весь встречный транспорт, который двигался в прямом направлении. Ну как так получилось? Потащил и горю. Обе машины получили весьма серьезные повреждения. Ремонт, по крайней мере, одной из них оплатит страховая фирма, в которой зарегистрированы полис ОСАГО виновника аварии. Сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних жителей города Ижевска. Этой осенью по нашему городу прокатилась волна разбойных нападений на продуктовые магазины. В одном из них камера видеонаблюдения зафиксировала двух налетчиков. Их арестовали в тот момент, когда они планировали очередное нападение. На днях дело удмуртских гастролеров было передано в суд. 2 ноября 2011 года данные лица были задержаны в московском районе. возле ювелирного магазина, на который они также собирались осуществить разбойные нападения. Данными лицами оказались несовершеннолетние. В ходе предварительного расследования признались и преступления, совершенных в городе Ижевске. А именно, грабеже и разбои. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось.